Александр, Соединенные Штаты Америки до сих пор не решаются дать свое согласие на то, чтобы Украина их оружием била по российским военным объектам, откуда наносятся удары по Украине непосредственно. Десять стран европейских уже дали свое согласие, чтобы их оружием наносились эти удары. Насколько вероятно, что скоро и Америка, и Соединенные Штаты скажут «да», и то, что уже эти десять стран разрешили бить по военным объектам на территории Российской Федерации, насколько это важно, насколько это поможет? Это, безусловно, поможет. Давайте начнем так. Тут есть, опять же, практическая сторона вопроса, такая исключительно касающаяся аналитики в плоскости ведения боевых действий и в плоскости стратегии. Мы сейчас в большей степени страдаем, и гражданское население, и армия страдают от авиаударов. То есть если у нас с точки зрения земли, суши, пехоты вопрос, ну, есть определенный паритет, так скажем, понятный, то воздух пока, конечно, история сложная, и противопоставить что-то пока сложно на сегодняшний момент. Да, есть там системы ПВО, есть что-то еще, но этого всегда не хватает. А у России достаточно большой пока что авиапарк, и тех же самых фабов, которые переделывают в КАБы, и кучу разных еще других устройств, у них достаточно много. Поэтому нужен определенный паритет в воздухе, ну, естественно, желательно в нашу пользу. Вот, поэтому удары по военной инфраструктуре на территории Российской Федерации, прежде всего по авиационной, они необходимы, они нужны, и в этом залог в том числе победы. Я думаю, что на сегодняшний момент, ну, это такая моя субъективная теория, о которой я неоднократно говорил, я думаю, что Соединенным Штатам на сегодняшний день выгодно России во главе с существующим, правительственным существующим властью, поскольку они считают, что эти люди им понятны. Да, это диктаторы, да, это преступники, да, это злодеи, убийцы, но это люди известные, они понятны, понятно, как с ними работать. Если эти люди исчезнут, то начнется неконтролируемый хаос, который будет, скорее всего, хуже, чем то, что есть сейчас. Я считаю, что ошибка здесь, в этом уравнении, кроется в том, что Запад думает, что эти люди понятны и как-то контролируемы, а эти люди знают об этой истории и этим пользуются, естественно. Вот и все. Но рано или поздно Российской Федерации придется конфликт эскалировать для того, чтобы власть держалась на плаву, для того, чтобы экономика держалась на плаву, им придется расширять конфликт, и в это могут быть втянуты и страны Балтии, и кто-либо еще, и уже, наверное, будет поздновато принимать решения, кто на самом деле плохой, кто хороший, кто контролируемый, кто нет. Поэтому я думаю, что мысль эта есть, она еще не окончательно сформирована, но все идет к этому. Ну тянут, 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 как с этой помощью, тянут, тянут, тянут. Вот в итоге, ну, мне кажется, да, если проанализировать, как все было до этого, ну, они в итоге разрешат. Ну, опять-таки, хороша ложка к обеду, но Великая Британия уже сказала да, Швеция сказала да, Франция сказала да, Чехия сказала да, я сейчас вот боюсь ошибиться, но страны Балтии, понятно, сказали да, они понимают, что они следующие, и Польша сказала да. Вот, поэтому, в принципе, да, у нас так приоткрыто это окно возможностей, но плюс не забываем про наши беспилотники, которые обескравливают их технику, да, и удары приходятся по нефтебазам. Напоминаем, что это украинские беспилотники, украинского производства. В то же время Россия безбожно бомбит Харьков. Авиабомбы, ракеты, они прилетают ежедневно по несколько раз во многострадальный Харьков, но также от этого страдают и мирное население Российской Федерации. Вот вчера, к примеру, сообщалось, что в районе села Большой Городище на Белогородщине Росавиация уронила три авиабомбы, и они только чудом никого не убили. Ну, а за последние три месяца воздушные силы Российской Федерации сбросили на область порядка семи десятков авиабомб своих же, да. Очевидно, это массовая проблема, которая не решается. И вообще вот что у них происходит в головах, конечно же, вы не скажете, но это вот халатность пилотов, техническая неисправность летающих средств, которые наносят эти удары. И вообще как-то в России вообще знаешь, что они бьют по своим же, в принципе, регулярно, точно так же. Я не думаю, что это кого-то смущает там. И странно, что многие люди этому удивляются. В Российской Федерации ценность человеческой жизни равна нулю. Мы это можем видеть, наблюдая то, как ведут себя солдаты армии Российской Федерации, как ведет себя их командование, что там происходит. Мы это понимаем, прекрасно общаясь с большим количеством пленных, которые рассказывают, через что они прошли, находясь в рядах Российской армии. Чуть не сказал советской, но это одно и то же. И уж тем более никого не заботит судьба мирных жителей. Мы могли это наблюдать на примере предыдущей белгородской операции, когда мы обращались к региональным, к федеральным властям с просьбой организовать гуманитарные коридоры для того, чтобы жители приграничных населенных пунктов со стороны Российской Федерации могли выехать в сторону Белгорода. И в итоге эвакуацией жителей занимались мы. А ими не занимались ни региональные власти, ни федеральные власти. Им было просто наплевать. Потому что тогда были выборы так называемые, и люди были заняты. Более того, были поставлены блокпосты. Эти люди, которые планировали выехать, и пытались это сделать, их разворачивали назад, чтобы они ехали к себе. И все-таки голосовали и занимались тем, что действительно важно. Поэтому ничего удивительного нет. Я думаю, что это комплексная история. Во-первых, это абсолютно наплевательское отношение к армии и к населению. Это, конечно, безусловно, и технические вопросы. Это вопросы устаревшего оборудования. Это вопросы качества пилотов. То есть это большая комплексная проблема. Но для них этой проблемой не является. И подобные истории будут происходить и происходить. И чаще, и в более страшных масштабах жертвы. Ничего удивительного нет. Ну, как бы, да, за что боролись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!